не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем если же кто приведет на суд неверную жену пусть он также взвесит на весах сердце ее мужа измерит мерилами его душу и пусть тот кто захочет ударить обидчика вникнет вдох обиженного если кто из вас захочет покарать во имя справедливости и вонзить топор в худое дерево пусть он посмотрит на его корни истину он найдет корни хорошие и плохие плодоносные и бесплодные сплетенные воедино в молчаливом сердце земли а вы судьи которые хотят быть справедливыми какой приговор вынесите вы тому кто честен по плоти но вор по духу какому наказанию вы подвергаете того кто умерщвляет по плоти но сам умерщвлен по духу как можете вы обвинять того кто поступает как обманщик и притеснитель но сам обижен и пороган как вы покараете тех чью раскаяния уже превосходит их злодеяния не если раскаяние правосудия что отправляется тем самым законом которому вы с радостью бы услужили но вы не можете внушить безвинному раскаяние и не можете сердце виноватого избавить от раскаяния непрошенное оно будет звать в ночи чтобы люди проснулись и вгляделись в себя вы желающие понять что есть правосудие как вам постичь его пока вы не посмотрите на все деяния при ясном свете лишь тогда узнаете вы что поднявшийся и павший один и тот же человек стоящий в сумерках между ночью своей сущности карлика и днем своей божественной сущности и что краеугольный камень храма не выше самого нижнего камня в его основания халиль джибран говорит замечательные вещи и время от времени подходит очень близко к истине и все же в большинстве случаев он не видит цели он хороший поэт но не великий лучник он точно врач который может помочь вам но который знает только симптомы вашей болезни и лечит симптомы но причины не в симптомах если вы лечите симптомы болезнь прорвется когда нибудь его размышления больше касаются действий они источника действий но никто никогда не переживал никакой трансформации пока не сталкивался лицом к лицу с причинами он говорит если же кто приведет на суд неверную жену пусть он также взвесит на весах сердце ее мужа и измерит мирилами его душу это хорошо в этом есть какое-то сострадание но неподлинное прозрение в истинный источник проблемы проблема такова кто вы чтобы требовать верности от кого-то еще будь это ваша жена или ваш муж требование верности это требование рабства за прекрасным словом верность вы скрываете безобразную болезнь настоящий рак души который убил человеческую радость какое вы имеете право требовать верности от своей жены или от своего мужа поэтому реальная проблема не затронута реальная проблема супружества брак дал людям ошибочное представление что любовь это нечто неизменное только камни неизменны только мертвецы неизменны лишь идиоты никогда не меняются чем вы разумнее тем более ваша жизнь будет жизнью беспрерывной перемены не осуждайте жену или мужа за неверность во первых требование верности неправомерно была пора весна и любовь возникла у вас не вы ее создали не вы доятели это случается словно ветерок приходит и словно ветерок уходит когда он приходит рануйтесь а когда уходит попрощайтесь проявите свою благодарность за те прекрасные дни когда ветерок плясал вокруг вас и заставлял плясать вас когда ветерок обвивал вас и заставлял вас петь да это печально но это не грех халиль джебран все еще повторяет старую гнилую идею верности но верность означает просто рабство и рабство вас самих но по-прежнему из-за респектабельности из-за репутации из-за общества по другим причинам они продолжают делать вид что любит друг друга это и есть настоящий грех настоящее преступление если вы любили кого-то то когда любовь ушла вы должны быть достаточно честными и искренними чтобы открыть свое сердце грустная печальная но все же благодарная даже если она продолжалась несколько дней несколько месяцев запомните те месяцы те сладостные мгновения могут наполнить ваше сердце радуйтесь одному что ваша жена честная правдивая и будьте тоже честны и правдивы проблема верности до такой степени измучила человека что возможно нет другой проблемы которая бы так мучила человечество она создает всю гадость которая есть внутри вас во-первых вы постоянно следите становитесь детективом верна ли ваша жена вам или нет верен ли ваш муж вам или нет но почему кто-то должен быть верным кому-то еще любовь верна но если любовь исчезает верность тоже исчезает халиль джебран указывает на важную вещь если же кто приведет на суд неверную жену пусть он так же взвесит на весах сердце ее мужа потому что любовь или отсутствие любви происходит почти одновременно если она исчезла в сердце женщины она так же исчезает и в сердце мужчины возможно это страсть остается страсть более постоянно чем любой страсть не является частью вашего существа она часть вашей химии часть ваших гормонов она биологична в ней нет ничего духовного но великое недоразумение остается вы продолжаете называть свою страсть любовью не для того чтобы обмануть других хотя они и обмануты но чтобы обмануть самих себя хоть и бессознательно вы не можете жить без жены это становится привычкой любовь не привычка и она не знает границ если женщина может любить вас почему она не может любить кого-то еще она может найти кого-то более любящего чем вы но общество ожидает что вы будете продолжать цепляться друг за друга любите вы или нет поэтому и есть подозрения есть непрерывная тревога и раньше или позже скажете вы об этом или нет это раскроется вам не скрыть ни своей любви ни отсутствие любви в себе вам не скрыть пламени во мне скрыть его отсутствие когда было пламя молодое и танцующее вокруг было светло когда пламя гаснет то же пространство заполняется темнотой я расхожусь с халилем джебраном в этом вопросе мне хочется чтобы вы любили и любовь может быть делом всей вашей жизни но не будьте связанными заключенными в подлинном человеческом обществе институт брака был бы преступлением двоим влюбленным хорошо вместе зачем нужен брак однажды они обнаружат что неведомый посетитель гость из запредельного ушел они опять становятся далекими друг другу истина требует чтобы они с грустью и печалью открыли свои сердца друг перед другом они больше не пульсируют в гармонии их время уходит расстаньтесь с друзьями и не нужно никакого развода развод это побочный продукт брака а поскольку брак не нужен то не нужен и развод оба отвратительны насильственны это основное право человека когда любовь стучится к нему в двери он должен открывать и не имеет значения кто возлюбленный ваш прежний партнер или новый гость любовь должна быть суверенной в человеческой жизни а не подделываться браками вы создаете ненужную вещь заставляете людей страдать а потом в конце концов после целых лет страдания они хотят расстаться вы обращали внимание что если вы хотите вступить в брак то можно просто пойти в службу бракосочетаний и расписаться но если вы хотите расстаться общество закон правительство все стараются создать препятствия для вас брак это их изобретение а развод ответ мятежного духа в человеке а человек который не имеет мятежного духа не имеет духа вообще хорошо халиль жибран говорит что если муж приводит свою жену на суд как неверную то неправильно будет выслушать только одну сторону почему она неверна потому что любви больше нет а у мужа есть полная свобода передвижения в обществе он может иметь новые связи с женщинами или даже пойти к проституткам только женщина заключена в жилище которое когда-то было домом когда любовь была гостьей оно было домом теперь это снова просто мертвое жилище естественно когда любовь исчезает остаются ссоры постоянные придирки постоянные проблемы вы выбирали жену или мужа жить мирной радостной совместной жизнью вы живете вместе но безо всякой радости безо всякого мира безо всякой любви проституция это побочный продукт брака все религии проповедуют брак и все осуждают проституцию но никто не видит связи почему существуют проститутки любовь нельзя купить только страсть может быть куплено но что-то лучше чем ничего брак это неестественное явление он искусственен произволен и когда любовь исчезает вы никак не сможете вернуть ее назад вы можете притворяться станете лицемером но ваше притворство не обманет женщину ибо ей известна ваша любовь имитация не может стать замены единственный выход это по дружески расстаться ведь вы дали друг другу так много но вместо того чтобы расставаться по дружески люди расстаются врагами сражаясь в суде доказывая что они не любят друг друга абсолютно любовь это нечто незримое суд же требует чего-то объективного доказательного и женщина должна доказывать что мужчина ходит к другим женщинам или что он импотент женщина обижает мужчину того же мужчину которого любила мы вынуждаем ее причинять боль мужчине и мужчина обижает женщину утверждая что она неверна была с другими или что она бесплодна но все это лишь предлоги и взгляните на нелепость тогда когда они приходят расписываться они не должны предъявлять никаких причин по которым они хотят пожениться а было бы гораздо лучше если бы бракосочетание усложнилось года два нужно давать им пожить вместе и посмотреть после двух лет хотят ли они продолжать совместную жизнь я уверен что двух лет будет достаточно не будет нужды ни в каком браке и ни в каком разводе одну вещь люди продолжают упускать жизнь возможно они не хотят видеть что жизнь не знает ничего кроме перемен жизнь есть перемена только смерть постоянно я повстречал одного старого друга в лондонском аэропорту я спросил его но как ты он сказал все в порядке это была его прежняя привычка отвечать во всех случаях все в порядке как твои дети все в порядке я спросил как твой старый отец он в порядке вот уже пять лет сказал он я не мог понять сперва что он подразумевает говоря он в порядке вот уже пять лет я спросил может пояснишь немного он сказал он умер теперь у него нет проблем так же как и у нас нет никаких проблем с ним он в порядке в своей могиле только мертвые люди в полном порядке у живых людей все не так хорошо что халиль джебран ставит этот вопрос если один из партнеров ведет другого в суд чтобы осудить или наказать его тоже следует брать в расчет ведь любовь была рекой между двух берегов если любовь исчезла она не может исчезнуть только у одного берега ни одна река не может ухитриться течь лишь с одним берегом любовь была движением энергии между двумя личностями и если одного больше нет другой может желать но его желание это только страсть это не любой страсть может быть постоянной вот почему у животных не бывает брака и развода и когда приходит пора произвести потомство они выбирают партнера каждый сезон новый партнер только человека держим постоянством но никто не может любить неизменно и всегда мулуна средина назначили советником короля а советник должен был оставаться с королем ведь в любой миг может возникнуть какая-нибудь проблема и может понадобиться его совет поэтому он был с королем почти 24 часа он спал в королевском дворце и сопровождал его целый день в первый день они ели сидя за обеденным столом повар приготовил превосходные фаршированные бинтхи королю они понравились и он спросил на средина мол а как твое мнение тот сказал господин бинтхи лучшие овощи для здоровья для долголетия для повышения разума защита от всевозможных болезней в старинных писаниях они описывались как лучшая профилактическая медицина а ваш повар великолепен повар слышал это и начал делать бинтхи каждый день на второй день король стерпел на третий день это было уже многовато а на четвертый день он стал раздраженным на пятый день он швырнул на пол тарелку и позвал повара ты что спятил каждый день бинтхи бинтхи и бинтхи человек я или буйвол повар сказал я человек невежественный я слышал ваш великий советник говорил что бинтхи это нектар они предупреждают болезни способствуют здоровью дают долгую жизнь разум я и подумал если у бинтхи столько достоинств их нужно подавать моему господину как можно чаще король сказал мула что ты скажешь мула произнес бинтхи это отрава никогда не притрагивайтесь к ним король сказал ты похоже очень странная личность всего пять дней назад ты расхваливал их тот ответил послушайте мой господин я ваш слуга а не слуга бинтхи все что вам понравится я буду хвалить даже если это отрава я назову ее нектаром а если вам не понравится что-нибудь то даже если это будет нектар я назову его отравой я ваш слуга вам хочется попробовать разной пищи хочется носить разную одежду вы хотите посетить новые места хотите завести новых друзей что же плохого если вы находите нового возлюбленного кто говорит что это неверность сама идея неверности фашистская ибо это требование продолжай есть бинтхи бинтхи и бинтхи бинтхи не могут разговаривать иначе бы они завопили с пола ты нарушаешь верность нам уже пять дней мы состояли в браке а ты швыряешь нас на пол и это твоя благодарность я уверен что следует быть верным только любви не возлюбленному оба должны быть верны любви столько сколько она продолжается если она сохраняется всю вашу жизнь хорошо если она не сохраняется всю вашу жизнь еще лучше в этом нет преступления но собственничество жадность почему человек придумал брак брак не всегда был на земле мужчина стал жениться на женщине чтобы быть уверенным что в любое время когда он захочет женщину она будет к его услугам теперь он требует любви верности мужчина дошел до абсурдного предела верной жене надлежит умереть когда умирает муж живая она должна прыгнуть в погребальный костер мертвого супруга в этой стране миллионам живых существ приходилось уничтожать самих себя просто доказывая обществу что они верны своим мужьям это мужской мир и он создал законы морали и этику предопределив порабощение женщины даже мертвый он тревожится чтобы его жена не осталась живой время лечит раны и вдруг она опять в кого-то влюбится он не будет в состоянии поделать ничего ведь он мертвый будет просто метаться и ворочаться в своей могиле нет лучше и и обществу принуждало жену если она была не согласна а кто же согласиться она может грустить и печалиться о смерти супруга но это же не значит что она должна совершить самоубийство но если она отказывалась все общество осуждало и бойкотировал ее как неверную жену она теряла все уважение и престиж которые были бы у нее если бы она прыгнула в огонь но к чему уважение и почет когда вы мертвы я согласен с Халилем Джебраном что если один партнер партнер этот почти всегда мужчина ведет жену в суд и заявляет что она неверна то его сердце тоже должно быть исследовано возможно он сам начал все дело сначала он изменил а жена лишь последовала ему однако я не могу согласиться с его поверхностным анализом сама идея неверности отвратительно бесчеловечно антижизненно ясно что одну личность нельзя слушать если она хочет вступить с кем-то в брак необходимо согласие обоих но все это общество стоит вверх дном вступить в брак легко доказательства не нужны развод же затруднен настолько насколько это возможно чтобы только развестись пара вынуждена лгать либо женщине приходится сказать что мужчина импотент либо мужчине приходится доказывать что женщина влюбилась в кого-то другого и это может и не так возможно просто любовь исчезла но суд не верит в то что невидимо вам придется предъявить основания логические и юридические доказательства иначе суд заставит вас жить вместе все культуры и все цивилизации вынуждает людей жить совместно вот от чего вы редко видите улыбающееся лицо редко видите счастливых людей особенно если они со своими женами и со своими мужьями почти невозможно для них даже улыбнуться если жена кому-то улыбается этого довольна чтобы муж вышел из себя если муж посмотрит на какую-то женщину когда прекрасная женщина проходит рядом не посмотреть на нее бесчеловечно и все же он не может смотреть ведь жена не спускает с него глаз просто взгляда на другую женщину достаточно чтобы нарушить всю их жизнь какое же больное общество мы сотворили правительство же существует для защиты этого общества и все и все и все и все и все один из моих один из моих друзей устраивался на работу и пошел на собеседование первый вопрос первый вопрос не касался работы вовсе вы женаты он 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 со мной несколько лет и поэтому сказал что за ерунду вы спрашиваете какое отношение имеет моя женитьба к работе вот мои сертификаты моя квалификация а вы спрашиваете женат ли я а человек беседующий с ним сказал не горячитесь мы не принимаем неженатых людей из-за того что они непослушны женатый человек знает как повиноваться он невольник а нам нужны именно невольники мы не хотим свободных не хотим восстаний нам надо продвигать наши дела нашу индустрию всю нашу империю зарабатывания денег здесь нам нужны люди которые всегда послушны мужья оказались лучшими людьми так как они выдрессированы приручены они не дикие их жены оказали великую услугу всем материальным интересам если брак исчезнет из мира развод тоже исчезнет из мира люди вольны будут жить друг с другом столько сколько пожелают раздоры не нужны момент когда ссора начинается это то самое время ссора подает окончательный знак что отныне ваши дороги расходятся и если кто из вас захочет покарать во имя справедливости и вонзить топор в худое дерево пусть он посмотрит на его корни истинно он найдет корни хорошие и плохие плодоносные и бесплодные сплетенные воедино в молчаливом сердце земли я уже говорил вам что халель жибран не смог освободиться от своего христианского воспитания он был человеком великого разума но не смог понять что даже иисус не был в состоянии видеть то о чем говорил а он поклонялся иисусом он говорит что хороший человек и плохой человек не разделены скрытые где-то в глубине земли их корни переплетаются так что не осуждайте бесплодные дерево может бесплодное дерево не получает достаточно питания не получает достаточно воды плоды не приходят с небес им нужно питание возможно бесплодные дерево находится в тени большого дерева и не может получить пространство для дыхания не может получить животворных солнечных лучей. Не надо судить слишком скоро. Однако он никогда не критиковал Иисуса Христа. А это, я полагаю, не совсем искренне. Ведь Халиль Джебран не мог не вспомнить Иисуса Христа, записывая эти предложения. Если я, кому нет никакого дела до Иисуса Христа, не могу забыть. Его же все воспитание было христианским. Все это воспитание ослепляет вас. Вы не можете видеть, что что-то не так с вашим воспитанием. Вы можете видеть только ошибки других. Иисус упал в моих глазах из-за, казалось бы, незначительных мелочей. Он путешествовал со своими апостолами. И в трех деревнях, пройденных ими, люди не позволили им войти. Они не предлагали им пищу и воду. И те вынуждены были искать новое место. По пути, когда солнце садилось, они подошли к фиговому дереву, на котором не было плодов. Для фиг был не сезон. Иисус проклял фиговое дерево. Мы голодны, а ты не приветствовала единорожденного Сына Божьего. У тебя должны быть подготовлены сочные плоды. Я проклинаю и осуждаю тебя навсегда. Ты никогда больше не будешь прекрасным деревом. Какой разум у этого человека? Что могло поделать несчастное дерево? Ведь был не сезон для плодов. Халиль Джибран совершенно игнорировал тот факт, что Иисус был во многом фанатичен и немного безумен. Ему требовалась огромная тренировка где-то на востоке. Чтобы стать более медитативным. Ему не удалось понять простой факт, что несчастному дереву ничего не поделать с этим. Ему требуется время, подходящий сезон, питание. Когда вы осуждаете кого-то, то будьте терпеливы и подумайте. Возможно, на его месте вы были бы точно такими же, как и он. Человек с чувством справедливости всегда ставит себя в то положение, с которым пытается разобраться. Каждый юридический институт должен ввести это в фундаментальный курс для всех учащихся, которые станут судьями, адвокатами, поверенными, защитниками. Прежде чем судить кого-то, поставьте себя в его положение. И вы найдете почти невозможным осудить человека. Вы можете осуждать человека. Вы можете наказывать человека. По той простой причине, что ваше воспитание было различным. Голодный человек крадет пищу. А вы поставьте себя на его место. Однажды одна женщина пришла к суфийскому мистику Фариду со своим юным чадом и попросила мистика. «Баба, кроме вас некому повлиять на моего ребенка. Он ест слишком много сладкого, толстеет. Белый сахар — это почти яд, но он не слушает меня». Фарид сказал «Приведи его через две недели». Женщина спросила «Не скажешь ли что-нибудь ему прямо сейчас?» Фарид сказал «Нет, мне потребуется две недели, чтобы разобраться в этой ситуации». Женщина была озадачена. Она слыхала, как Фарид говорит о великих проблемах жизни. Ему нужны две недели подготовки, чтобы приказать малому ребенку не есть слишком много сладкого. Но поскольку он не был готов, она вернулась через две недели. И Фарид сказал ребенку «Дитя мое, вот уже две недели я оставлю себя в твое положение. Ведь я сам люблю есть сладости. С каким же лицом я мог советовать что-нибудь тебе? Вот уже две недели, как я перестал есть сладости. Я потерял вес, чувствую себя здоровее, моложе и лучше, чем когда-либо. «Ты молод. Тебе предстоит долгая жизнь. Пожалуйста, перестань есть слишком много сладостей. Я не говорю прекратить полностью. Время от времени можешь есть их». Мальчик коснулся стоп Фарида. И его мать удивилась. Он никогда не был таким. Он никогда не касался чьих-либо стоп. Она сказала «Я озадачена. Ты меня озадачил. Тебе понадобилось две недели, чтобы сказать ему то, что ты мог бы сказать в тот же день. Ведь ни я, ни он не знали, что ты любишь сладости». Фарид произнес «Дело не в том, знаешь ли ты или знает ли он. Мои слова оказались бы ложью, а ложь не может преобразить никого. Сначала я должен был поставить себя в его положение. Эти две недели оказались тяжелыми. Но я приобрел великое понимание благодаря твоему ребенку. Я благодарен ему». А она спросила своего ребенка «Почему ты коснулся стоп Фарида? Ты никогда не касался ничьих стоп. К тому же мы индуисты, а он мусульманин». Мальчик сказал «Я не могу тебе ничего доказать, но человеку, который оставался две недели без сладостей, просто чтобы ответить мне, нужно оказать почтение. Он не похож на других твоих попугаев. Ты брала меня то к одному монаху, то к другому, и они всегда были готовы, совсем как попугаи, твердили одно и то же. Этот человек другой. Он уважает меня, несмотря на то, что я ребенок. Он страдал из-за меня. Я последую его совету». Халиль Джебран кое-что говорит правильно. Но он никогда не критикует Иисуса, хотя писал книги об Иисусе по одной причине. Проклинать фиговое дерево было безумием, а не просто ошибкой. только безумная личность способна на такое. Не судите никого. Это во-первых. Но если вы должны судить, если не в силах сопротивляться искушению судить, помните, я называю это искушением, потому что, когда вы судите кого-нибудь, вы помещаете себя выше. Вы становитесь судьей, как если бы он оказался на суде перед вами. Вы забываете свою собственную человечность. Он к тому же не упоминает, что вы должны заглядывать и в свою собственную душу. «Возможно, ваш убийца и спит, но его можно спровоцировать в любой миг, ибо никто, кто убивал, всего за мгновение не был способен увидеть, что будет убивать». «В детстве я знал одного человека, у которого был гимнастический зал рядом с моим домом. Он был хорошим борцом и очень любящим человеком. Я не интересовался физической борьбой. У меня был собственный вид борьбы. Физически вы можете бороться только с одной личностью. Я же борюсь со всем прошлым. Я борюсь со всеми так называемыми современниками. И я борюсь с теми, кто еще не родился. Время от времени я бывало ходил туда. Просто посидеть и понаблюдать. Его ученики боролись, тренировались, и он иногда подходил ко мне и говорил, «Странно, почему ты приходишь, если не желаешь принимать участие?» Я сказал, «Я не хочу участвовать, но я пользуюсь каждой возможностью для наблюдения. Ведь в конечном счете это и есть мое стремление просто быть наблюдателем, не имея значения, что наблюдать». Он сказал, «Ты странный, но стал относиться ко мне очень заботливо». «Я никогда не думал, что однажды этот человек может стать убийцей. А он убил на моих глазах. Это было не поздней ночью. Было всего около десяти часов. Я что-то читал, как вдруг увидел на улице, как он подошел и спрятался за деревом. Я был озадачен, что он делает. А потом какой-то человек проходил мимо, и он застрелил его, не зная, что есть свидетель. Для меня проблемой было то, что всего мгновением раньше я не мог и помыслить, представить, вообразить такого замечательного человека в качестве убийцы. Его схватили. Мне удалось увидеться с ним, потому что его собирались казнить. Я спросил его только об одном. Этот убийца, наверное, находился внутри вас всегда спящий. Вы осознавали это. Он сказал, «Я никогда не осознавал этого. Я осознал, только когда было слишком поздно. Разгневавшись, я увидел того человека из-за того, что тот открыл еще один гимнастический зал и готовил людей сражаться против его борцов. А тот человек был очень богат, обеспечен едой, молоком и другим питанием для своих бойцов, чего этот несчастный добыть не мог. И он испугался, что когда будут ежегодные соревнования, его борцы не смогут победить. Он был настолько взбешен, что просто застрелил соперника. Он сказал, «Но где же был ты? я сказал в той же позиции наблюдающим. В этом и состоит весь мой подход к жизни. Я могу научиться многому, просто наблюдая других, себя самого, их поступки, свои поступки. я не могу увидеть их умы, но я могу видеть свой ум, и я могу наблюдать его». Прежде чем любое желание, любое искушение судить кого-то войдет в ваш ум, загляните в себя, и вы обнаружите ту же самую личность, спящую внутри себя. Поэтому настоящая задача не осудить его вашим суждением, а трансформировать себя, ибо все вы в одной лодке. Какой приговор выносите вы тому, кто честен по плоти, но вор по духу? он спрашивает каждого, ведь каждый судья. Это становится некой бессознательной привычкой у вас. Вы продолжаете судить. во вчерашнем уведомлении от полицейского инспектора Пуны, очевидно по указанию полицейского комиссара, была такая нелепость, что мне не верилось, как может человек, если у него есть хоть капля разума, требовать от нас что-либо подобное. Он требует, во-первых, кто он, чтобы требовать? Мы незаключенные, мы свободные граждане страны. Он может просить, но не может требовать. Но он требует от нас, чтобы мы поместили перед своими воротами доску с объявлением, гласящим, что ни одному последователю Пхагавана Шри Раджниша не разрешена нелегальная деятельность ни внутри ашрама, ни снаружи ашрама. До меня дошло, во-первых, что это только нам не позволено. Всем другим разрешено заниматься нелегальной деятельностью у себя дома и вне своих домов. Поэтому я сказал моим людям ответьте ему и пригласите для дискуссии на следующей неделе. И скажите, что вместо того, чтобы требовать установить такую нелепую доску, будет лучше ему самому расставить доски по всей пуни, объявляющие, что всем, кроме последователей Пхагавана Шри Раджниша, разрешено заниматься нелегальной деятельностью и что это не просьба, это требование. Меня иногда просто удивляют эти глупцы. Он требует, чтобы только одной тысячи иностранцев разрешалось слушать мои лекции. Есть ли в индийской конституции указания для определения числа? Есть ли какой-то закон, определяющий количество, сколько людей может слушать меня? Или такого закона нет? Почему одна тысяча? Почему не десять тысяч? И кто вы, чтобы определять количество? Вы определили то же самое для Раджива Ганди? Сколько людей должны слушать его? Вы определили для любых религиозных институтов? Мечети, храма, церкви? Или вам придется создавать совершенно новую конституцию для меня и моих последователей? Почему такое особое внимание уделяется нам? Мы никак не озабочены вами. Почему вы беспокоитесь? Они переключились с меня на моих последователей. Первое уведомление было против меня. Увидев, что невозможно ничем поддержать свое распоряжение против меня, они теперь переключились. второе распоряжение – эти требования смешные и наивные, все к ученикам. Теперь они пробуют навредить мне через вас, поэтому вам придется быть очень бдительными и внимательными. Мне хорошо известна стратегия этой тупой системы. Не поймайтесь в их сети. Я видел политиков, которые просто бросали перед индуистским храмом мертвую корову. естественно, индусы посчитают, что это наверняка дело мусульман. И вот вам беспорядок. А потом те же политики произносят речи за мир и братство. Мы живем в действительно безумном мире. Я знаю политиков. Они создают беспорядки. А когда сотни людей будут сожжены и убиты, мечети и храмы будут разрушены, они созовут общий съезд всех религий и будут говорить о мире, гуманности, прогрессе. И это те люди, которые препятствуют всякому прогрессу. Однажды я говорил вам, что если бы всех неугодных людей удалили из человечества, то остались бы только буйволы и ослы. Я хочу дополнить, что политики и полицейские тоже останутся. Политики создадут беспорядки между буйволами и ослами, очень миролюбивыми и ненасильственными существами. никто никогда не слышал, чтобы осел нападал на буйвола или буйвол нападал на осла. За миллионы лет они никогда не создали никаких беспорядков. Но создавать беспорядки политикам будет необходимо. И тогда понадобится полиция, вводить комендантский час и сажать ослов и буйволов в тюрьмы. Их сила, их политическая власть в вашей неосведомленности. А здесь не просто полицейские чиновники. За ними вся политика индуистских шовинистов. Я намерен противостоять всюду, просто потому, что я не христианин, не индуист, не мусульманин, не джайн, не буддист, не сик. Все эти религиозные люди, которые сражались между собой, объединятся вместе. Они обнаружат общего врага. А все политики всегда с толпой. Ведь они эксплуатируют толпу свои голоса. Мы меньшинство. Но любое меньшинство имеет право на существование в мире. Вначале я был сам. Меньшинство из одного. Потом начали приходить люди, любящие, ищущие истину. как они получали весть. Как они начинали идти ко мне. Караван становился больше, больше и больше. И вот он уже вокруг всей земли. Чтобы защитить вас, я отменил ваши малы. Вы будете огорчены этим. Но это необходимо, чтобы вас не узнавали, как моих людей. В противном случае повсюду вас станут преследовать. Не только в Индии. Саньясинов избивали в Австралии. Саньясинов избивали в Англии. В Германии Саньясинов выгоняли с работы. Это глобальный феномен. В Америке они уничтожили нашу коммуну. А сейчас признают, сам генеральный прокурор Соединенных Штатов признает, что они не имели ничего против меня. Тогда почему меня оштрафовали на 400 тысяч долларов? Почему мне запретили въезд в Америку в течение пяти лет? И прокурор признал на пресс-конференции. Нашей задачей было уничтожение коммуны. Но зачем? Если кто-то действует неправильно, только этот человек должен отвечать перед судом. Но пять тысяч невинных людей. За что вы должны уничтожать их? Вы считаете, что если Махатму Ганди убил индус, то всех индусов следует уничтожить? И если в Пуне так много преступников, которых следует отправить в тюрьму, то не считаете ли вы задачей правительства уничтожение целого города? Я собираюсь представить дело в Верховный суд Америки. Ведь тот же человек, генеральный прокурор Америки, мистер Мисс, стоит за делом Ирангейт. Рональд Рейган, мистер Мисс и шеф CIA, эти трое в той же ситуации, в какой был Ричард Никсон несколькими годами раньше. Конечно, их преступления гораздо серьезнее. Скоро я предсказываю, они пойдут на дно. Я просто хочу им напомнить. По пути на дно вспоминайте Ражнишпурам и преступления, которые вы совершили против пяти тысяч невинных людей. Весь Белый Дом нужно окрасить черным, потому что это отвратительнейшее место на Земле. Самое нечистивое. Всевозможные преступления исходят от Белого Дома. Может, поэтому с самого начала они стали звать его Белым Домом, чтобы скрыть все темное и злое за названием Белый Дом. Но помните, есть и белая ложь гораздо хуже. И так вам следует быть осторожными. Не только здесь, но и по возвращении домой. Где бы вы ни были, прошу вас не пользоваться малами, не пользоваться оранжевой одеждой, если это создает какие-нибудь неприятности. С тяжелым сердцем я говорю это. Но я люблю вас и не хочу, чтобы вы попали в беду. Я готов на любую неприятность для себя, но не для вас. У вас дома могут быть мои фотографии, но сейчас движение саньясы должно полностью уйти в подполье. Я буду в вашем сердце. Не нужно беспокоиться относительно малой или одежды. Вся моя религия состоит только из одного. Не забывайте медитацию. Все другое несущественно. Халиль Джибран спрашивает «Какому наказанию вы подвергаете того, кто умерщвляет по плоти, но сам умерщвлен по духу? Вся ваша законодательная система поверхностна. Если кто-то умерщвлен по духу, ваш закон не сможет даже выявить это. Почти каждый был убит в своем духе. Но только когда кто-то убьет ваше тело, закон сможет увидеть это. Закон все еще на самом низком уровне. Ваши судьи не способны заглянуть вам в глаза и увидеть, что было сделано с вашим существом. Как можете вы обвинять того, кто поступает как обманщик и притеснитель, но сам обижен и поруган? Любой обманщик и притеснитель наверняка был создан определенными обстоятельствами. Какое же средство есть у вашего закона против таких обстоятельств, которые создают убийц, воров, эксплуататоров, преступников всех мастей? У нас в действительности нет подлинной системы закона. Ведь судья, член магистрата может быть судьей только если знает медитацию, если знает любой, если он способен заглянуть в глубочайшую сердцевину вашего существа, если он может поставить себя на ваше место и постичь все обстоятельства. Но законодательную коллегию не интересует все это. Вот почему преступность продолжает увеличиваться. Невинность идет на оболь, и мы все ответственны за это. Мне хочется, чтобы мои саньясины сначала прошли через внутреннюю трансформацию, а потом восстали против всей несправедливости, где бы то ни было в обществе. мы должны создать новый мир, ибо нет большего созидания. Как вы покараете тех, чье раскаяние уже превосходит их злодеяния? во-первых, сама идея наказания ошибочна, ибо тысячелетний опыт доказывает, что наказание не изменило никого. Посылать кого-то в тюрьму значит посылать его в университет для преступников. может это первое преступление, он еще неопытный, иначе вам не удалось бы схватить его. В тюрьме же сидят матерые преступники. Вы слыхали когда-нибудь, чтобы какой-то преступник, которого наказали, вышел в общество изменившимся? Да, он в некотором роде меняется. Он возвращается с большей уверенностью, что ошибка состоит не в совершении преступления, а в том, что его поймали. И поэтому нужно быть четче, профессиональнее. Пожив со старыми преступниками, теперь он выходит вроде как выпускник университета. А снаружи общество не будет достойно относиться к нему, как к любому человеку, хорош он или плох. Общество будет смотреть на него как на злого, плохого, преступного. Кто же даст ему работу? Кто приятит его? Скоро обстоятельства вынудят его совершить еще большее преступление. Ведь теперь ему известно, как это делается. В моей деревне был один замечательный человек, мусульманин. Мы были близкими друзьями с ним. Вся моя семья, вся деревня, мои учителя, каждый был против какой-либо дружбы с тем человеком. Его звали Бартак Али, потому что он находился три месяца в тюрьме и один месяц на воле, шесть месяцев в тюрьме и два месяца на воле, три года в тюрьме. В последний раз я видел его после пяти лет тюрьмы. А отправил его в тюрьму один из моих соседей, который был очень богатым человеком. Его поймали с поличным на воровстве. Но Бартак Али был человеком, которого ничто не могло унизить. Денег у него не было. Как только его освободили из тюрьмы, он нанял Тонгу, экипаж с лошадью. Извозчик спросил, куда ты хочешь отправиться, ведь у тебя нет дома. Он сказал, у меня есть дом. Я только вышел оттуда. Три четверти времени я отдыхаю у себя дома. Одну четверть я выхожу в мир, посмотреть, что происходит. Просто для разнообразия. Доставь меня к магазину мистера Моуди. это было то место, где его поймали на воровстве. И Моуди был тем человеком, который сумел отправить его на пять лет в тюрьму. Извозчик сказал, ты действительно уникальная личность. Он сказал, куда же еще мне отправиться? Он разрушил мой дом. Он отправил меня в тюрьму. У меня нет денег даже заплатить тебе. Платить придется ему. Он должен будет заплатить тебе деньги. И к тому же ему придется найти приют для меня. Но если он не сделает этого, то я сделаю нечто такое, что мне придется остаться в моем доме навсегда. Я встретил его как раз, когда он выходил из экипажа. Этот богач был на грани нервного приступа, когда увидел его. А он был очень сильным человеком, в своем роде очень внушительным. Его невозможно было забыть, увидев однажды. Он сказал «Доброе утро!» И мистер Моуди затрясся. Он зашел в магазин, сел на стул и сказал «Заплати извозчику, потому что у меня нет никаких денег. И найди мне место, где остановиться. И дай работы или жалований без работы, я не возражаю». Я присутствовал при этом. Я сказал «Бартак, это слишком. Этот человек в таком состоянии, что у него может быть сердечный приступ. Ты мог прийти ко мне домой, ты мог прийти кому-то другому, у тебя столько друзей, но он сказал «Почему я должен ходить куда-то еще? Этот человек в ответе за давление на судью и только на пять лет я хотел мирно поселиться навсегда в своем доме, но теперь это его долг». И мистер Моуди заикаясь сказал «Не беспокойся». Он расплатился с извозчиком, заказал еду из отеля и сказал «У меня есть небольшой домик возле реки, куда я редко хожу, можешь оставаться там». Тот спросил «А как насчет моих расходов?» Моуди сказал «Я позабочусь об этом, но не беспокой меня слишком, мое сердце прыгает как никогда прежде, ступай, вот ключ, еду буду приносить каждый день дважды, чай утром». Он сказал «Запомни, если хоть когда-нибудь что-то будет упущено, твой сейф исчезнет». «Сейчас мне известно намного больше о том, как заставить вещи исчезнуть. Последнее время я развернулся в новом направлении, хотя в основном я карманник, но в карманах находишь такую дрянь после стольких усилий, что я решил заняться кое-чем получше. И вот я пришел полностью подготовленным, пятилетний выпускник Университета преступности». Ваши тюрьмы это университеты. Они создают преступников. Это не наказание. Это просто глупость. Никого не нужно наказывать. Каждый человек, который делает что-то дурное, нуждается в сострадании всего общества. «Он часть вас». Это было в суде. Человек убил кого-то, и судья приговорил его к смерти. Тот сказал, «Это несправедливо, ведь я не убивал его. Моя рука виновата». Судья тоже был в хорошем настроении. Он сказал, «Это правда, твоя рука убила человека, поэтому мы отправим ее в тюрьму». Тот сказал, «Отлично, каждый преступник должен быть наказан». А затем сбросил свою рубаху, снял руку, это была искусственная рука, и подал ее судье со словами «Ваша честь, теперь я могу идти». Кто бы не делал ошибку, это именно часть и не искусственная, естественная, экзистенциальная. Далее он говорит, что если человеческое раскаяние превосходит его злодеяния, то какое еще наказание можно назначить ему? Если он раскаивается, если понимает, что нечто плохое произошло по его вине, если у него на совести тяжело, ему стыдно за свой поступок, какое большее наказание можете дать вы? Снова христианское влияние, неоригинальная идея. христианство говорит вам, идите в церковь, исповедайтесь, и Бог простит вас. Ваша исповедь – это ваше раскаяние. Но это слишком просто. Вы снова вольно совершать преступление, а в следующее воскресенье придете тайно исповедоваться, священнику запрещено разглашать тайну исповеди. И будете прощены? Нет, простого раскаяния недостаточно. К тому же раскаяние может убить человека чувством вины намного быстрее, чем любое наказание. Я против сожаления, против раскаяния. Мой подход заключается в понимании. Преступник должен понять, что его бессознательное – это животное. А все, что он сделал, произошло потому, что он никогда не пытался подняться над бессознательным, над обычным сознанием к сверхсознанию и высшим уровнем бытия. Точно так же, как из бессознательного рождаются преступления, из сверхсознания пришло все ценное и прекрасное. Каждый, совершивший что-нибудь дурное, должен искать мистическую школу, мастера, который может научить его, как стать более сознательным. Есть вершины сознания. У высочайшей вершины преступления, грех или что-нибудь ошибочное становятся невозможными. Но через раскаяние ничего не получится. Хоть он и не пишет книгу по христианству, но поскольку он в основном воспитан как христианин, он продолжает, возможно, бессознательно повторять то, что слышал. Иисус все время повторяет в Библии «Покайтесь, покайтесь и вам проститься». Простая формула. Такая простая, что не может изменить людей. Но вы не можете внушить безвинному раскаяние и не можете сердце виновного избавить от раскаяния. Конечно, ваши судьи не способны на это. Чем дольше они служат судьями, тем черствее становятся их сердца. Вы желающие понять, что есть правосудие, как вам постичь его, пока вы не посмотрите на все деяния при ясном свете. не судите часть действия. Нельзя судить о романе, вырвав из середины страницу и прочитав ее. Так невозможно решить, является ли роман великим произведением искусства, творчества или просто ерундой. Как же вы можете судить кого-нибудь по малому поступку? Но вы сами не способны увидеть себя целиком. Как же вам удастся увидеть всю жизнь другого человека? Разберитесь сперва с собой, и чем больше вы поймете себя, тем более сострадательными вы будете. В день, когда вы поймете свое существо целиком, вы узнаете, что нет грешников и не святых. Все это драма спящих людей. Лишь тогда узнаете вы, что поднявшийся и павший один и тот же человек, стоящий в сумерках, между ночью своей сущности карлика и днем своей божественной сущности, и что краеугольный камень храма не выше самого нижнего камня в его основании. Никто не ниже, никто не выше, никто не грешник, никто не святой, все мы одно единое целое. Если кто-то совершает грех, мы совершили его. И если кто-то становится Гаутамой Буддой, мы также ощутили вкус запредельного. Потом спросил законник, а как же наши законы, мастер? И он ответил, вы охотно устанавливаете законы, но куда охотнее попираете их, как дети, которые играют на берегу океана, все время строят башни из песка, а потом смеясь разрушают их. Но пока вы строите свои башни из песка, океан вновь приносит песок на берег, и когда вы разрушаете их, океан смеется вместе с вами. Истина, океан всегда смеется вместе с невинными. Но как же те, для кого жизнь не океан, и законы, созданные человеком, не башни из песка, для кого жизнь скала, а закон резец, которым они обращают ее в свое подобие? Что сказать о храмом, который ненавидит пресунов? Что сказать о вале, который любит свое юрмо, и мнит лесного лоси и оленя бездомными бродягами? Что сказать о старой змее, которая не в силах сбросить кожу и называет всех остальных голыми и бесстыжими? И о том, кто рано приходит на свадебный пир и, присытившись, уходит, заявляет, что все пиры отвратительны, и все пирующие приступают закон? Что сказать мне о них, кроме того, что они тоже стоят под лучами солнца, но спиною к нему? Они видят лишь свои тени, и эти тени законы для них. Что для них солнце, как не создатель теней? И что значит признавать законы, как не склоняться и чертить свои тени на земле? Но вы идущие лицом к солнцу, какие образы, начертанные на земле, могут удержать вас? Вы странствующие с ветром, какой флюгер укажет вам путь? Какой человеческий закон свяжет вас, если вы сбросите свое ярмо, но не перед дверью тюрьмы человека? каких законов вы убоитесь, если будете плясать, не наталкиваясь на железной цепи человека? И кто приведет вас на суд, если вы скинете себе одежды, но не оставите их на пути человека? Народ Арфалеса, ты можешь заглушить барабан и ослабить струны лиры? Но кто возбранит жаворонку петь? Потом спросил законник, а как же наши законы, мастер? И он ответил, вы охотно устанавливаете законы, но куда охотнее попираете их, как дети, которые играют на берегу океана, все время строят башни из песка, а потом смеясь разрушают их. Это важное изречение, поймите его смысл. во-первых, кто эти люди, которые охотно устанавливают законы? Халель Джибран совершенно забыл об одном качестве людей, которые устанавливают законы. Они самые слабые в человечестве. Из-за того, что они слабые, они собираются в толпу, а все законы они составляют просто, чтобы помешать сильным людям их шайке. Слабейшее большинство человечества устанавливает законы через своих представителей, чтобы скрыть свою слабость и стать сильными своим большинством. Ваши законы не от любви, не от искренности, не от безмолвия. Ваши законы от страха. Но все основанное на страхе уродливо. Хоть и есть законы для защиты слабого, сильных гораздо более ловок, более хитер. Законы составлены представителями слабых, чтобы защитить их. Но на деле они обычно защищают хитрого и ловкого, богатого и власть темущего. Защищают от бедного, от слабого. Это очень сложный вопрос. Вы составляете законы, но вы же и будете жертвами своих собственных законов. Ибо вы не сможете помешать сильным людям захватить ваши законы и использовать их против вас. Когда Адольф Гитлер был в Германии, его выбрали, демократически избрали канцлером страны. Но как только он стал канцлером страны, он сам стал законом. И те же законы обернулись против людей, которые избрали его. Не существует законности в мире, потому что основной камень фундамента отсутствует. Любви нет. Как может существовать закон? Наполеон Бонапарт говорят из рекал «Закон это я, мое слово закон». Сила всегда была правом во все прошлые времена. И мы еще не вышли из темных эпох. Сила все еще права. Сила не должна быть правом. Право гораздо выше силы. Сила это животное свойство. право человеческое. Зачем же существуют эти войска? Почему людям запрещают носить оружие, а полиция, правительство и армия имеют смертоносное оружие, убийственное оружие, защищать вас? помните каждой власть имущей именем защиты становится вашим повелителем. Его власть разрушает ваше достоинство, вашу человечность, вашу честь. Миру необходимо разоружение. Не только Советскому Союзу или Америке, всему миру нужно разоружение. Если люди разоружены, зачем вам все это оружие? С какой целью? Просто вы делаете себя все более и более могущественным, а людей все более и более слабыми. Они не могут бороться, они не могут даже подумать о борьбе, у них нет никаких средств. Вместо того, чтобы делать людей более любящими, более понимающими, более человечными друг с другом, ваше так называемое правительство просто использует правила джунглей. Кто силен, тот и прав. В притчах Изопа есть прекрасный рассказ. Все притчи Изопа прекрасны, но эта притча очень подходит к теме, которую мы будем обсуждать. Маленький ягненок пьет воду из ручья. Тот подходит лев и чувствует хорошую возможность позавтракать. он говорит ягненку и у тебя хватает нахальства я здесь пью воду а ты мутишь ее поднимая ил. Но ягненок оказался до крайности умным. Он сказал дядя ручей течет вниз а ты находишься вверх по ручью. как могу я испортить воду для тебя здесь все так просто. Увидев что ягненок попался умный лев сказал твой отец оскорбил меня ягненок спросил когда лев сказал на днях ягненок сказал очевидно это был кто-то другой ведь мой отец умер еще полгода назад как же вы могли повстречаться с ним на днях видя что все его поползновения хорошенько позавтракать ягненком интеллектуально изобличив того в совершении преступления против себя напрасны а ягненок еще добавил в любом случае даже если бы мой отец и оскорбил вас я невиновен не сердитесь на меня лев был обескуражен что делать с этим разумным ягненком наконец он сказал ты не умеешь говорить со старшими ты непочтителен со мной ты продолжаешь говорить отвечая на все что я скажу и противоречи мне я не потерплю этого ягненок сказал зачем было беспокоиться обо всем этом ты хочешь убить меня так убивай сила не нуждается в аргументации хотя вначале слабейшая часть человечества считала что существует один способ защитить себя создать закон любой кто идет против закона подлежит наказанию и все равны в глазах закона но они совершенно не понимали что если сильные ловкие хитрые политики захотят власти они справятся с этим что такое ваша так называемая демократия определяемая как правление народа для народа за народ иногда ложь можно тоже выразить прекрасными словами ни одно правительство в мире не за народ не для народа и не народно это жульничество и вы можете выбрать более сильного ловкого и хитрого а после избрания вся власть оказывается у них в руках и они пользуются всей этой властью для своей собственной выгоды а не для выгоды народа кто же такие законодатели и почему прежде всего нужны законы нужны правительство армия и полиция для чего чтобы держать вас в рабстве всегда давая вам хорошее обещание и не принося ничего хорошего пришла пора человеку перенести внимание законов они не были полезными они были вредными и ядовитыми но любой кроме любви не должно быть закона а если людские сердца полны любви закон не нужен вообще потом спросил законник а как же наши законы и он ответил вы охотно устанавливаете законы охотно потому что те законы делают вас могущественными но куда охотнее попираете их истина которую нельзя отрицать состоит в том что наибольшие политики выходят из профессиональных законников зная закон они знают все лазики у невинного нет возможности понять юридический жаргон молэна средин пришел к законнику и сказал я хочу чтобы вы мне помогли вот обвинение которое оппозиционная партия выдвигает против меня что вы скажете законник сказал не беспокойтесь уверяю вас что никто не смог бы спасти того кто совершил преступления о которых вы рассказали мне кроме великого юридического эксперта и вы пришли именно к нему тут мола собрался уходить юрист сказал а как же мой гонорар ведь я всегда беру половину гонорара вперед а половину после вашей победы мола на средин сказал эти преступления совершены не мною эти преступления совершила другая партия мне не нужна ваша помощь вы идете к любому законнику и он готов сражаться за вас разумеется обе спорящие стороны не могут быть правы обе они могут ошибаться но не могут быть обе правами что касается правоты только одна может быть права но законник не говорит своим клиентам ваше дело плохо вам не выиграть иначе он лишится всей своей профессии даже убийца он скажет не волнуйся если я защищаю тебя ты не совершал убийства позабудь все это ты должно быть видел сон удивительная профессия двум законникам нужно платить и судье нужно платить из карманов людей которые не имеют к этому отношения если на свете исчезнут преступления то исчезнут законники исчезнут судьи исчезнут суды это показатель нашего уродства это показатели нашей глупости так что с одной стороны эти люди создают законы а с другой стороны защищают преступников люди попирают законы ими же созданные это как игра говорит Халиль Жебран как дети которые играют на берегу океана все время строят башни из песка а потом смеясь разрушают их они создали удивительную профессию для их профессии необходимо преступление чем больше преступлений тем больше денег чем больше преступлений тем больше судов чем больше преступлений тем больше тюрем вы думаете эти люди хотели бы мира без преступлений они лишились бы всей своей власти профессии всех своих клиентов они стали нищими а сейчас они хозяева и странно что суды решают всегда в пользу богатого в пользу эксплуататоров и никогда в пользу бедного слабого угнетенного и эксплуатируемого то что вы называете законом это фактически организованное преступление скрытое изощренным жаргоном если человек на самом деле хочет избавиться от преступлений каждый суд должен стать медитационным центром каждая тюрьма должна стать полезной психологически и физически для людей которых поместили туда дать им чувство собственного достоинства дать им кое-какие навыки какое-то ремесло а у всех у них есть дремлющие таланты и те таланты необходимо выявить чтобы после выхода на волю у них больше не было зависимости от преступления а были бы все возможности заработать и сверх того они бы научились как быть молчаливыми как быть умиротворенными как быть медитативными я предлагаю всех политиков отправить по меньшей мере в такие места которые вы называли тюрьмами заключением мне не хочется использовать эти грязные слова они должны быть отправлены для своего духовного роста в медитационные центры в медитационные коммуны если мы сумеем трансформировать политиков которые являются могущественными преступниками то преступление просто исчезнет из мира ведь преступление совершает не слабейший это более сильный совершает преступление слабейший просто защищается создает законы однако он не понимает что хоть он и в большинстве но если член парламента избран на пять лет он ваш хозяин а вы будете продолжать как ротари-клуб менять своих хозяев каждые пять лет какое это имеет значение кто хозяин любой хозяин будет разрушителен для человечества тысячой одним способом но пока вы строите свои башни из песка океан вновь приносит песок на берег и когда вы разрушаете их океан смеется вместе с вами он говорит метафорическим символическим языком что все сущее смеется над глупостью человечества которое всю жизнь строит песочные замки и надеется вот этот замок не будет разрушен сколько законов было создано за века и каждый нарушался для защиты законов создавались новые законы и сейчас это стало совершенно нелепым у вас есть все виды законов изначально созданных слабыми для своей защиты но они уже в руках у сильнейших людей и применяются против слабого против бедного удивительно эти законодатели свели все человечество к недочеловеческому состоянию у них есть винтовки и они не дают вам даже бумажного ножа и власть переходит из одних рук в другие могущественные руки а громадное большинство человечества все продолжает надеяться что когда-то не будет ни преступления ни изнасилования ни убийства но преступления растут убийства растут самоубийства растут изнасилования растут а закон столь поверхностен он даже не приближается к корням проблемы халень джебран говорит океан земля луна звезды смеются что за человек появился на земле вы стали посмешищем целой вселенной истина океан всегда смеется вместе с невинными тут халень джебран похоже скользит вниз снова сперва он говорит что они смеются вместе с законодателями и правонарушителями а сейчас говорит истина океан всегда смеется вместе с невинными я говорю вам океан кричит плачет вместе с невинным за невинного смех над законодателями и правонарушителями это смех осуждения но как могут земля океан горы смеяться вместе с невинным в его беспрерывных мучениях тревоги и нет ему заступника самое большее он может воззвать к пустому небу ему пришлось создать бога хоть для какого-то утешения куда он может обратиться есть суды но окончательный суд гораздо выше над облаками в небесах все религии утешали людей иисус говорит благословенны бедные ибо их есть царство божие благословен человек стоящий последним в очереди так как его примут первым в царстве божьем явное утешение кое-как перенести и вытерпеть в надежде что однажды он будет первым а первый будет последним однажды невинных провозгласят непорочными и чистыми а прослывшие победителями будут повержены навечно я я неизменно удивлялся как такого человека как Халиль Джибран угораздило остаться в третьеразрядной религии мира христианстве у него никогда не было вопросов к христианству но как же те для кого жизнь не океан и законы созданные человеком не башни из песка для кого жизнь скала а закон резец которым они обращают ее в свое подобие временами он похоже лишался своего зрения он забывал что Бог сотворил человека по своему собственному образу и с тех пор каждый отец занимается тем же делая попытку создать в своих детях собственный образ он уйдет но его образ будет оставаться но в тот момент когда вы начинаете создавать свой собственный образ вы становитесь насильственным нелюбящим вы не даете другой личности иметь свое собственное оригинальное лицо вы даете ей маску похожую на вас однажды я гостил в одной семье и сидел ранним утром в саду единственный ребенок семьи восьми или девяти лет очень подружился со мной он тоже подсел ко мне я спросил его кем бы ты хотел стать в жизни он сказал самое вероятное я я попаду в дурдом я спросил ты хочешь быть в дурдоме он сказал я не хочу быть в дурдоме но мой отец хочет сделать из меня доктора моя мать хочет сделать из меня инженера мой дядя хочет сделать из меня профессора старшие моей семьи каждый имеет свое представление и все они хотят навязать его мне никто даже не спросит у меня кем же я хочу стать они не интересуются мною они интересуются своими собственными амбициями они хотят создать меня точно собственную копию под копирку каждый само собой я окажусь в дурдоме немножко доктор немножко инженер немножко этого и немножко того я сказал ты очень умен никто не сможет поместить тебя в дурдом сегодня вечером я поговорю с твоими родителями и старшими он сказал так было с самого начала с тех пор как я научился разговаривать каждый приходит в дом гость друг и обычно говорит моему отцу его глаза выглядят точно как твои или его нос выглядит точно как у его мама и так далее и тому подобное и меня заинтересовало а не выдумка ли я всех этих людей ничего похожего на меня мои мои глаза похожи на отцовские мой нос как у матери по цвету я как мой дядя получил я что-нибудь свое или я просто составная картинка загадка чей-то нос чей-то глаза чей-то цвет кожи чей-то волосы они сводят меня с ума с тех пор все это преступное действие начинается с бога не случайно все вы называете бога отцом все отцы старались делать то же что делал он а из-за того что никому не давали быть самим собой существуют сопротивления гнев насилие глубокий разлад в сердце и все эти сочетания создают преступника если людям позволять помогать и любить их такими как они есть если не предъявлять им требований а лишь дать им свободу быть самими собой преступление исчезнет на земле а с преступлением и все преступники политики судьи законники обязательно исчезнут естественно вложен такой огромный капитал что не позволит человеку вроде меня даже разговаривать ведь я могу пробудить бунтаря в вас они затолкали его глубоко ваше бессознательное я могу вывести его ваше сознание и помочь вам поднять его к сверхсознательным уровням но тогда вы не будете выглядеть как ваш отец вы будете выглядеть просто самими собой и у вас не водит никакого расстройства никакого гнева никакого буйства никакого насилия потому что насилие не было применено к вам запомните фундаментальный закон существования все что делали с вами вы возвращаете обратно обществу если вы преступник общество совершило нечто преступное мы прожили пять лет вместе пять тысяч саньясину и мы никогда не нуждались ни в каком суде ни в каком суде никто не сражался потому что каждый был благодарен всем другим за предоставление ему его собственного пространства его собственного существования как может он быть насильственным насилие незаконность преступность все все это лишь симптомы очень глубокой причины а причина в том что никому не дали осуществить его собственное предназначение как же радоваться как быть счастливым как быть любящим это невозможно это наперекор всем чувствам что сказать о хромом который ненавидит плясунов как может закон помочь калеке который ненавидит плясунов это утверждение весьма чревато все американское правительство разгневалось на нас потому что они искалечены а мы танцевали они не могли простить нам они были слепы а мы наслаждались всеми цветами радуги солнечным светом и луной как они могут простить медицина установила факт который скрывали от людей все правительства они против наркотиков они против марихуаны марихуана безвредна она просто делает вас более более расслабленным более радостным и без похмелья но марихуана незаконна алкоголь законен кто же такие эти законодатели алкоголь разрушает вас может привести вас к ранней смерти с марихуаной не так но иметь марихуану это преступление а алкоголь вы можете пить сколько захотите похоже это из-за того что марихуана дает людям расслабление радость калейки которые не способны танцевать не позволят также танцевать никому убогий который не может быть счастливым не позволит быть счастливым никому алкоголь не делает вас счастливым он просто заставляет вас забыть свои несчастья но на завтра несчастье будет не меньше даже больше прежнего с головной болью и похмельем и это законно закон благоприятствует этому но марихуана незаконна только один человек понимания в этом столетии Олдес Хаксли имел мужество сказать что марихуана должна быть легализована во всем мире алкоголь запрещен это был человек который сказал что марихуана определенно связано с древними ведическими временами когда использовали какое-то вещество под названием Сомраз это был наркотик который находили только в Гималаях описанные эффекты очень напоминают марихуану Олдес Хаксли был смелым человеком и заявил что у нас есть вся научная технология для извлечения всего вредного из любого наркотика чтобы сделать наркотики не только безвредными но и питающими ваше здоровье вашу умственную стабильность и быть может способными дать вам проблеск запредельного он назвал это основным открытием науки после Самрасы древнейшая книга в мире рекведа упоминает что перед молитвой жрецы обычно принимали Самрасу и тогда им было легко танцевать петь радоваться Олдес Хаксли говорил что однажды когда человечество придет к своим чувствам мы создадим синтетический наркотик который не дает плохих эффектов вообще который выводится за 24 часа не задерживается в теле он назвал его Сома в память о тех первых пионерах которые называли его Сомрас Сок Сома слово Сома означает луна в тот миг как выпивали Сомрас земля становилась прекрасной словно в ночь полнолуния отсюда название Сомрас но никто не слушал его человечество не спешит слушать а когда начинает уже слишком поздно я начал говорить еще в 1950 году что нужно установить контроль над рождаемостью а всякий противящийся этому должен считаться преступником меня забросали камнями ведь я высказывался против религии дети приходят от бога в то время население Индии составляло 400 миллионов человек и если бы они прислушались ко мне то не оказались бы в такой беде сейчас население возросло более чем вдвое почти 900 миллионов человек но политик интересуется только властью его не интересует что к концу этого столетия 50 миллионов человек умрет от голода в этой стране каждая улица каждый дом будет окружен разлакающимися трупами действительно лучше будет умереть чем жить с пятью десятью миллионами трупов никто не сможет доставить их на кладбище или на погребальный костер а когда 50 миллионов людей умирает вокруг вас вы можете улыбаться можете танцевать можете праздновать что сказать о хромом который ненавидит плесунов об отсталых людях которые ненавиден гениев которые распяли Иисуса Христа которые убили Аль-Халадж Мансура которые жили в Афинах и отравили Сократа все это заключено в простом предложении что калека не в силах выносить кого-то другого танцующим Афина были на вершине своей цивилизации культуры и тем не менее им далеко было до гений Сократа они не могли выносить его они не могли летать так высоко и это было оскорбительно единственный способ найденный имя уничтожить этого человека ибо он напоминает нам снова и снова что мы искалечены какой закон спрашивает Аль-Мустафа может защитить танцующих от коллег что так разгневало Адольфа Гитлера уничтожившего миллион евреев Германии они были богатыми разумными а ему даже трудно было найти какую-нибудь работу и в конце концов из-за нехватки солдат в первую мировую он пошел и его взяли в армию этот человек без квалификации без высших человеческих ценностей накапливал огромную ненависть ко всем тем у кого были деньги кто имел образование кто был культурным 40% Нобелевских премий получили евреи а евреи составляют незначительное меньшинство в мире трудно было искалеченному Адольфу Гитлеру переносить этих людей и как только ему удалось достичь власти первым делом Германия опустилась она проигрывает войны из-за евреев такое неуместное бессмысленное абсурдное утверждение но он продолжал повторять его и люди начали верить это почти как если бы он сказал Германия пала из-за велосипедов уничтожьте все велосипеды и вы станете править всем миром но во имя нордического германского арийского превосходства на представителя которого он не похож он выглядит как копия Чарли Чаплина но немного более тупая но просто поддерживая эго невежды германский нордический народ пришел к выводу этот человек прав в мире только одна раса может быть избранной расой а евреи рассказывали испокон веков что они избранный народ Божий если нордические арийцы хотят быть избранным народом в мире и править всем миром то враг никто иной как евреи они должны быть стерты полностью и следа не должно остаться в мире что когда-то существовала некая раса евреев он убедил людей и шесть миллионов евреев были убиты разумеется их деньги не сгорели их дома не были сожжены их фабрики не сожгли все они были присвоены немцами и немцы очень обрадовались это хороший это огромный успех гитлер сделал многих немцев богатыми можно продолжать убивать евреев и грабить все их деньги но невозможно ограбить ничьих гений и невозможно ограбить ничьей дух Адольф Гитлер оставался заторможенным карликовым человеческим существом мерзкой свиньей как не дать калеки уничтожать танцующих как не дать немому уничтожать поющих есть только один способ даже если человек искалечен в нем сокрыт какой-то талант помогите ему пробудить свой талант и выразить его искалеченная личность может рисовать искалеченная личность может размышлять искалеченная личность может писать стихи искалеченная личность может быть лучшим певцом в мире лучше не сосредотачиваться на уничтожении танцующих дайте калеки образования возможности чтобы он никоим образом не чувствовал унижения ни от кого что сказать о воле который любит свое ярмо и мнит ли снова лось и олени бездомными бродягами что сказать о воле который любит свое ярмо потому что ярмо рабство Одного быка довольна, чтобы тысячи коров понесли телят. Так много у него энергии. Вам не удастся запрячь быка в ермо, как свой транспорт. Он столь могуч, что может вас с вашей телегой сбросить в канал. Если он увидит прекрасную леди корову на пути, он может напрочь позабыть о деле, отшвырнуть ермо прочь, сначала основное. Ни от одного быка нет никакой прагматической пользы, кроме того, что он может произвести больше быков. Но прежде чем они станут быками или осознают свою силу, их нужно кастрировать, сделать их импотентами. Тогда тот величественный бык – просто несчастный волк, все тянущий и тянущий воловью упряжку. Разумеется, он в большей безопасности. Всегда вдоволь пищи, убежище от дождя, зноя. Естественно, он думает, что лось и олень – прекрасные дикие животные. Вол – это преступление против несчастных животных, которые не умеют говорить, не могут пойти к законнику и спросить, по какому праву нас делают импотентами. Но чтобы утешить себя, он считает, что олень, лось и все другие дикие животные понапрасну бегают туда-сюда, бродяги. Я – полезное существо. Я тяну упряжку. И ярмо, рабство, становится его безопасностью. Воловьи упряжка должны исчезнуть из мира. Когда есть автобусы, поезда и автомобили, к чему уничтожать миллионы прекрасных быков? Не беспокойтесь о том, где они достанут себе пищу, как они будут жить. Все дикие животные живут, достают себе пищу и безмерно счастливы. Быки тоже будут в лесах, в горах, среди своих сестер и братьев. Воловьи упряжка уродлива. Она показывает насилие человека над бессловесным животным, которое не может протестовать. И все же кое-как ему удается утешить себя. И то же самое у всех людей, которые утешают себя тем или иным способом. Таким метафорическим языком Халель-Живран говорит людям, что они полюбили свое рабство, потому что оно дает им гарантию, безопасность, хоть и отнимает все их достоинство, свободу, славу. Что сказать о старой змее, которая не в силах сбросить кожу? Змеи каждый год сбрасывают свою старую кожу. Они просто выскальзывают из нее с новой молодой кожей. Точно деревья. Они сбрасывают свои мертвые листья и вскоре снова красуются в зелени, в листве и цветах. Но старая змея так слаба к старости, что ей не под силу выбраться из своей изношенной кожи. И все же она находит утешение. Что сказать о старой змее, которая не в силах сбросить кожу и называет всех остальных голыми и бесстыжими? Это касается моих людей. От вашего танца, от вашей песни, от вашей любви все искалеченные люди приходят в ярость. Ведь они не могут танцевать. Но они наделены властью остановить ваш танец. И я говорю вам, лучше умереть, чем остановить свой танец, только из-за страха, что вас могут убить. Ибо что такое жизнь, не знающая ни песни, ни танца, ни любви? Есть люди, которые называют наготу непристойны. Поставьте тысячу голых людей, и вы удивитесь, как безобразно они выглядят. Под своими одеждами они скрывают свое уродство. И когда они видят кого-то обнаженного и прекрасного, они не могут терпеть этого человека. Он напоминает им об их собственном уродстве. Но как не скрывай под одеждой, это не поможет. Они знают. Других можно обмануть, но как обмануть самого себя? И нагота становится непристойной. Хотя все животные наги, все птицы наги. Но я не предлагаю вам идти на улицу голыми. Это время еще не пришло. Подождите немножко. Когда у меня будут люди во всем мире, тогда наши протесты мы будем проводить обнаженными. Они требуют, чтобы мы выбросили оружие. Мы выбросим даже одежду. И когда они устыдятся, то устыдятся не ваши ноготы. Они устыдятся самих себя и своих тел. Того, что они сделали с собой. Прячась за одеждой, они никак не заботились о своем теле. Сейчас, из-за того, что вы среди этих искалеченных людей, не пляшите на улицах. Тех коллег слишком много, а нас очень мало. только из-за тех уродливых людей, не обнажайтесь на улицах. Вы спровоцируете их гнев, их зависть, их скудость. У них нет таких прекрасных тел. «Но я обещаю вам, тот день совсем близок, когда у нас будет достаточно людей. Тогда мы заполним все улицы всех городов мира нагими-танцорами, тысячами поющих, и покажем им то, что вы потеряли, мы нашли. Не гневайтесь, присоединяйтесь к нам, и мы приведем и ваше тело в порядок, и ваш ум в порядок. Но сейчас немного рановато, так что сегодня ведите себя, как этого требуют от вас слепые, глухие коллеги. И это не наша норма. И это просто временное согласие с безумным миром. Когда-то у нас будет достаточно людей, и мы покажем этим безумцам. Если вы не обнажены на улице, вы непристойны. Чего вы боитесь? У себя дома можете пользоваться одеждой, но не на улице. И о том, кто рано приходит на свадебный пир, и, присытившись, уходит, заявляя, что все пиры отвратительны, и все пирующие приступают закон. На поверхностный взгляд это кажется чем-то совершенно неважным. Но здесь есть глубина, которую вы должны открыть. Я знаю, что все политические лидеры, все бюрократы, пьяницы и курильщики. даже во время запрета в самом кабинете Мараджи Десая были люди, употреблявшие алкоголь. Я не считаю, что в этом есть что-то плохое. Если Мараджи Десай волен пить свою собственную мочу, алкоголь совершенно вегетарианский. Фактически он ненормальный. Он полагает, что каждую болезнь можно лечить просто питьем своей мочи. И не нужны ни медицинские колледжи, ни врачи, ни лекарства. Я дискутировал с ним и сказал, расскажите мне, как же вы можете лечить человека, страдающего от рака, питьем собственной мочи или человека, который страдает туберкулезом? Моча выводит все яды прочь из тела, а вы забираете их назад. Поэтому, если вы любите запрещать, запретите каждому пить его собственную мочу. Вы будете вправе сказать, я исключение, я премьер-министр Индии, только премьер-министром позволено. И я знаю о членах вашего кабинета персонально. Все они пьют спиртное. Как вы можете навязывать свои идеи людям? Махатма Ганди, отец четырех детей, дав им рождение, принялся учить целибату. Дайте хотя бы такую же возможность каждому. И что же в конце концов случилось с его целибатом? Ведь это было не что иное, как подавление. В преклонном возрасте, в 70 лет, он начал спать с голой девицей, а его ученики хотели скрыть этот факт от широкой публики. Иначе он лишился бы всей своей святости, махатмавости. В 70-летнем возрасте спать нагишом с девицей. Но им не удалось скрыть это по простой причине. Несколькими годами раньше собственный личный секретарь Ганди Ярилов влюбился в женщину. Это был молодой умный человек и замечательный писатель. Ганди воспрепятствовал ему, предъяв ультиматум «Либо сохраняй целибат, либо оставь ашрам. Если хочешь, женись, у меня нет возражений. Женись, но сохраняй целибат». Удивительная логика. Пастись, держа всевозможные великолепные блюда вокруг себя. Так паститься становится еще труднее. Ведь невозможно думать ни о чем оном, кроме прекрасных блюд вокруг. Аромат, восходящий от них, постоянно напоминает о голоде. Это Пьерилов, насколько я понимаю, из явной мести раскрыл секрет всему миром. Он написал биографию Махатма Ганди и посвятил почти сотню страниц его неестественной идеи целибата. И в итоге, перед самой своей смертью, Махатма Ганди начал спать с девицей. Даже сейчас гандисты не говорят об этом. про Ганди созданы фильмы, но этой части там нет. А такие люди, как Виноба Бхава, как Акаликар, его самые близкие ученики, писали письма Пьерилалу, которые тот опубликовал. Делайте все, что бы вам не захотелось, но не выдавайте этот секрет. Вот вам люди, которые ищут истину. Что сказать не о них, кроме того, что они тоже стоят под лучами солнца, но спиною к нему? Все те люди, которые обвиняют и осуждают других, лишь чтобы почувствовать превосходство, только те мои озабочены, чтобы не обернуться лицом к солнцу, чтобы держать свои спины к солнцу. Они не желают видеть, они вполне довольны своей слепотой. Их слепота длится очень долго. Она стала их философией, их религией, их образом жизни. Они не в силах изменить это, хотя изменить очень просто. один поворот на 180 градусов и нет тьмы, только свет. Но даже если вы повернете этих людей, они будут держать глаза закрытыми. Они глядят только на свои тени. Они видят только свои тени. И их тени – это их законы. Вопрос был «Скажи нам о законах». Аль Мустафа говорит очень точно. Они видят лишь свои тени, и эти тени – законы для них. Их законы созданы их слепотой, их темнотой, их бессознательным. «Что для них солнце, как не создатель теней?» Солнце не свет для них, а лишь создатель теней. Если бы вы держались спиной к солнцу, то и ваше убеждение, конечно, было бы таким же. И что значит признавать законы, как не склоняться и чертить свои тени на земле? У них нет никакого света, только своя собственная тень. Что же остается делать? Что значит признавать законы, как не склоняться и чертить свои тени на земле? И то, что начерчено на земле по своим собственным тенем они хотят навязать всем остальным. Но вы идущие лицом к солнцу, какие образы, начертанные на земле, могут удержать вас? Прекрасное изречение. Но вы, идущие лицом к солнцу, какие образы, начертанные на земле, могут удержать вас. Солнце ваш закон. Это и есть то, что я говорю. Любовь ваш единственный закон. Не идите против любви. Следуйте туда, куда ваша любовь ведет вас, и вы всегда будете невинными. Вы странствующие с ветром, какой флюгер укажет вам путь? Живите просто жизнью позволения, и ветры заботливо доставят вас туда, где находится ваша судьба. Какой человеческий закон свяжет вас, если вы сбросите свое ярмо, но не перед дверью тюрьмы человека? Это в ваших руках оставаться рабом или стать свободным человеком. Вы были рождены свободными. Рабство это дар всех тех, кто делает вид, что любит вас. Скорее всего, они даже не осознают, что делают вас рабами. разорвите все цепи, сбросьте ярма и следуйте своей собственной природе. Куда бы она ни вела, там рай. Вопрос не в местонахождении рая. Я говорю, если вы просто следуете своей природе, то куда бы вы ни пришли, вы найдете рай. Какой человеческий закон свяжет вас, если вы сбросите свое ярмо, но не перед дверью тюрьмы человека? Каких законов вы убоитесь, если будете плясать, не наталкиваясь на железные цепи человека? Это именно вам. танцуйте, но не спотыкайтесь о чьи-то цепи. Если кто-то решил оставаться в цепях, это его проблемы. И кто приведет вас на суд, если вы скинете себе одежды, но не оставите их на пути человека? Кто имеет право помешать вам отбросить вашу одежду, вашу обусловленность и стать индивидуальностью по своему собственному праву? Но не бросайте свои одежды и облачения ни на чьем пути. Народ Арфалиса, ты можешь заглушить барабан и ослабить струны лиры, но кто вас бронит жаворонку петь? Полицейский комиссар полны. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. подпишись! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует...